Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов сегодня выступил с докладом перед депутатами горсовета. В первую очередь он отчитался о работе, проделанной администрацией города в 2012 году. О том, каких результатов удалось добиться и почему 2012 год был назван годом перенастройки, расскажем далее. Город куда более сложный механизм, чем любое самое передовое оборудование. Но мы сделали первые шаги в перенастройке и обратной дороги у нас уже не будет. Сегодня Эдхам Акбулатов выступил с докладом о проделанной в 2012 году работе. В своем выступлении он коснулся практически всех аспектов жизни города. Транспорта, ЖКХ, здравоохранения, культуры и образования. Так или иначе, все вопросы оказались тесно связаны с социальной сферой. Проблем в ней хватало всегда, и для того, чтобы их решить, нужен комплексный подход. Важно не только построить детские, дошкольные и школьные учреждения, но и обеспечить их кадрами. Такую задачу поставил губернатор перед всеми территориями, в том числе и перед краевым центром. Серьезная работа ведется в направлении по подготовке кадров. Не просто по обеспечиванию детей местами в детских садах, а по кадрам. В 2012 году была разработана проектная документация на строительство школы и детской больницы в микрорайоне Покровский. Начато строительство школы на тысячу мест в районе Ястинское поле. Строится дополнительный корпус гимназии номер 9. В своем выступлении глава города подчеркнул, оценку надо делать не по докладу, а по конкретным результатам. Решения должны приниматься в диалоге с экспертным сообществом и активными горожанами. Для меня основным в работе за 2012 год, в 2012 году, было перенастроить работу администрации города. Перенастроить, исходя из принципов ориентации, в первую очередь, на мнение горожан по поводу основных городских проблем. Кое-что удалось сделать, много еще предстоит сделать, но курс на перенастройку – это магистральное движение, от которого я не намерена отказываться. Красноярск не город для экспериментов и не площадка для зарабатывания денег. Это один из главных принципов в контроле деятельности чиновников и выборе подрядных организаций, который озвучил глава в своем докладе. Также глава города заметил, что гармоничное развитие Красноярска и реализация поставленных задач возможны только при единой политике города и края. Ольга Ванессова, Александр Ольхов, Новости.